Эй, приветики! Готовы удивлять своими подарками? Сегодня необычные букеты и идеи их оформления. А если идея будет тебе полезной? Из прошлого видео вы узнали, как вырастить такую красоту в стаканчик. А сегодня несколько дополнительных идей оформления. Бумажные стаканчики с ближайшего супермаркета, маркеры или фломастеры и немножечко вашей фантазии. На них можно написать имя владельца подарка, пожелание или цитату. Я сделаю именные подарки букетики. А еще у меня появилась идея сделать таблички. Для этого пригодится бумага, скотч или клей, а также зубочистки или палочки. Пишу то, что подсказывает сердце и фантазия. А теперь все это нужно зафиксировать на зубочистках. А так будет быстрее. Как вам идея? Также вы можете взять готовые распечатки или подходящие картинки. Я нашла их в интернете по тегам красивые картинки, надписи, тексты для скрапбукинга. Надеюсь, девчонкам понравится. Эти букеты я посадила специально для того, чтобы поделиться идеей. А новые я посажу за 5 дней до праздника, то есть в ближайшие дни. А это вам! Спасибо, что смотрите мои ролики и поддерживаете меня лайками. Я вами очень дорожу и благодарна, что на канале уже 183 подписчика. А теперь для них пора сделать подарочные пакетики. В магазине подходящих не оказалось, хотя и не надо. Я сама могу сделать любой и сейчас поделюсь этим с вами. А пока я делаю приветики моим активным зрителям. Отмеряю снизу 3 сантиметра, с боку 2. Это будет дно и линия склейки. Дальше делю оставшиеся пополам. Тут по 13 сантиметров. И в каждой части отмеряю боковинки. Стаканчик широкий, потому 5 сантиметров. А также верх. А пока я делаю, напишите, какой самый лучший подарок на 8 марта вы дарили или получали. Наверняка у вас есть классная история по этому поводу. Осталось это все превратить в подарочный пакетик. Еще немножко усилий. Дальше склеить. Я воспользуюсь двухсторонним скотчем. Вот здесь. Еще немножко усилий и почти готово. Вот так. На дно возьму такую штуку. Не знаю, как она называется, но осталась после ремонта. И еще. Я сложила так, чтобы не продырявить все насквозь. Делаю отверстие для ленты. Низ выглядит так. Продеваю. А если нет ленты, возьмите веревочку или даже шнурки. Будет необычно и креативно. Я уверена, ваш необычный подарок запомнится надолго. А главное, сделан с любовью и своими руками. Вот вы и узнали, что подарить подружке или однокласснице. Вдохновила? Впереди еще много крутых идей. На этом все.